Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и, к сожалению, стримы по Тропико преследуют технические проблемы, поэтому я решил записывать для вас это прохождение. Самому хочется пройти и показать вам, собственно, как игра играется с последним дополнением Эль Президенте. Сегодня строим Бананово-Картофельную Республику под руководством белорусского диктатора Алекандра Халецкого. Картофельную, правда, не очень получается, просто невозможно картошку выращивать в Тропико, поэтому бананы, ананасы, бананасы и прочее-прочее. Буду записывать уже прохождение, обойдусь без стримов пока, к сожалению, но надеюсь, вас такое положение вещей устроит. Если все-таки вы не видели начало, то уже две серии было, рекомендую перейти к ним. А сейчас у нас эпоха... эпоха мировых войн. В общем-то, занимаемся удовлетворением потребностей граждан. Давайте продолжим. Так, электричество у нас есть. Давайте посмотрим Альманах. Есть 10 безработных, бездомных немного. Сейчас мы повышаем удовлетворенность с жильем. В общем-то, одна из задач. Производим консервы. Ага, и саботажи. Производить железо. Ваши комрады рады вашей поддержке президента. Конечно, мы радуемся одинаково. Давайте отношения с фракцией коммунисты улучшим. Так, железная. Тут мы строим. Шахту по добыче железа. Все остальное вроде работы. У нас консервный завод. Производит электростанция. Ваши решения всегда безукоризненные президенты. Разрешитесь... Увеличить... Мощность по производству. Так, а где у нас бездомные собираются? Здесь у нас... Больше трущоб появляется. Появляется, видимо... Тут у меня все электрифицировано вроде. Все бараки электрифицированы. Блин, не хочется мне еще одну... Кройте электростанцию, честно говоря. А улучшить только в холодной войне я смогу, да? Я вижу, наши просьбы выполнены. Вы сделали единственный доступный выбор, президенте. Поддержать великую ось. Короче, мы поддержали ось и переходим к холодной войне. Сейчас война будет. Сейчас будут меня осаждать. Ну, я вроде неплохо подготовился тут. Сегодня президенте храбро заключает дерзновенный союз со странами ОСИ. Теперь мы избежим их вторжения. Я и торгую только с осью. Точень каким-то я фашистам тут легким. Ну, это пока, правда, не первая мировая война, я так понимаю. Или это смесь первой мировой и второй. Появилась пара возможностей. Так, давайте мы тут рейды. Организуем запугать соседей. Партизанский патруль. Давайте спасать образованных. И потом охота за сокровищами. Хотя можно вот ограбить. Каждая, каждый житель предоставит свое состояние государству. Транслирует вместо радио этого программы, соответствует станции, повышает все туристические рейдики. Так, а здесь что? Попробуем вот эти тоже сделать. Спасем образованных, потом попробуем Stonehenge переть. Так. Строим жилье. Давайте, может, квартиры уже откроем. И будем квартиры строить. Так, построилось тут. Только безработных шестнадцать. Так, надо какую-нибудь работу организовать. Золото добывается. Пожарную сигнализацию. И у нас тут есть возможности. Это пока ничего не делаем. Но можно еще плантации. Какими вообще плантации уже имеются? Писки строений. Кукуруза. Три сахара. А, эндосигары. Плантацию табака и... Сигарную мастерскую. Где у нас? Сюда давайте. Табак. А промышленности... Сигарная фабрика. Блин, полнадцати плюс шесть. Так что мне еще одну что лету делать? Самолеты изменили войну. Но у Тропико до сих пор нет авиации. Дворец заявляет. Или тут, по-моему, не нужно будет. Когда вы научитесь на них летать. Ну, еще одну фабрику надо. На загрязнение посмотрим. Ну, не сильно большие загрязнение здесь. 17 лад. Уже будет не хватать, если я электрифицирую. Военную полицию открыли. Это помо-указы. Те военные встроения снижают уровень преступных. Зачем платить? Запускаем указ. И дальше исследуем политику занятой. Мы для работы, для строения дом. Полицейский участок. Давайте политику занятой исследуем. Так, сколько безработных? 10. Сколько на фабрику придет? 5. То рабочих уменьшится на 2. Производительность повышается на 20. Ну, давайте сделаем. И какой-нибудь еще заводик тогда построен. Сыроварню, например. Почему нет? Доски в лодке. Кстати, почему бы и нет? Президент обнаружена проблема в нашей военной машине. У нас недостаточно всяких штук, которые я хочу. И оружие... Ну, давайте приму. Ну, что-то там, наверное, железо требуется, как минимум. Сталь и никель производят оружие. Мне надо сначала сталелитейный, чтобы перерабатывать уголь и железо в сталь. А потом еще никель надо начать добывать. Блин, а вот это, наверное, с жильем никак не могу организовать. Не, ну, я пока тут ничего не буду менять. У меня все хорошо. Я считаю. Звук. Смотрите продолжение в следующей серии. Производительность повышается и качество работы. Ну блин, знаете, пока не буду вводить. Президенте, вам скучно. У вас нет прислужников, которого можно бросать разные предметы? Стань ровно, Вольфганг! Не двигать! Простите, старина, но похоже я вас переоценил. Выяснилось, что вам не хватает пары винтиков. Посетить посольство державы Саветарных. Выбрать президенте. Где прячется пинульчима. И посетить... Принадиме совединить кому-то суток. Смедуйте за мной! Да. Выполнить рейд грабеж. По-моему, я как раз поставил. Да, ограбление стоит. Или имеется в виду вот этот какой-то грабеж. Посмотрим. Где-то были президенты-то. Блин. Про время кончится. Я слишком много хожу. А что с ним такое, я не понял. Что это за министерство странных походок? Что это за... Или сейчас с какой-то чувихой встал поговорить. Мне в посольство с союзником надо. Извините, не сегодня. Ой, ну единёк. Этот человек управляет нашим островом. Хорошая работа, президент. Большой... Большие иммигранты. Помните историю о человеке, построившем доме. В строении церковь? Хорошо. И там сказали, что-то со всеми хорошими отношениями. Да, церковь мы, наверное, вот тут сделаем. Странно, что церковь не в развлечениях. Блин. Сложное слово. У нас бездомных 22. А каких бездомных? Один обеспеченный, бедный и банкрот. Обеспеченный все еще отказываются жить в поместьях, да? Мне этого не понять. Примерно придется всю одну откроет электростанцию, денег пока не хватает. Еще один день, еще одна сделка. Блин, да как мне удовлетворенность с жильем-то повысить? Какие-нибудь подсказки? Жильем. От качества их жилья. Которые не могут найти жилье рядом с работой, у которых нет денег. Хорошо, я вот эту могу понизить какое-нибудь настроение здесь. Вот тут все живут. Тут как раз все забито. Давайте еще квартиру построим. Давайте квартиру и... Что-таки еще... Электростанцию. С другой стороны, чтобы они как бы не рядом были. Парк. Красиво. Два на три. Что такие я хочу? Я хочу райончиками строить. Блин. Ладно. Сделаем так. Городовитровенность с жильем понижается. Видимо, и здесь еще надо какое-то жилье построить. Рядом с электростанцией, блин. А, еще и свободного жилья, кстати, нет просто. Между прочим. Ну да, денежки кончаются, но это... Это временно. Мы, в принципе, нормально все продаем. Друзья, я же построил... Блин, я часовню построил вместо церкви. А церковь, видимо, открыть еще... Да, еще 2300 стоит. Блин. Еще дом. А, сейчас и сняли квартиру. Так, надо церковь построить. КОНЕЦ так у меня вообще поддержка по фракциям капиталисты и коммунисты и милитаристы а вот верующие не очень а по численности они вторые после капиталистов но вообще в принципе поддержка 72 процента это кому круто мы были готовы стащить камни но вдруг откуда ни возьмись появились друиды не получилось спереть тоунхэнш они еще на семьсот двадцать дней подождать и тогда только блин не получать у меня удовлетворенность жильем минус 4 спи даст так я построил эту нет устроить надо просто электричество включить для для всех квартир которые я построил у меня сейчас нехватка но пока у меня плюс 6 дострою пока что уголь привезут блин ну достраивай можно за 6000 ускорить конечно но с деньгами у меня пока напряженка уме 6000 прислали который я быстро проел так скоро у меня вообще у меня уже с безработными проблема если что давайте мы еще одну строительную пас сделаем инженерную компанию как-то медленность устроится одна у нас там давайте другую между законным и незаконным один шаг такой маль рейд спасение спасать образованных надо закончить так работает электростанет хватает угля все еще не завезли вот тут потушит недалеко ребята где у меня вообще моя пожарная контора ну вроде потушила вот и мы тут строим вот готова доброе дело президента плюс 5 верующими можно было деньги взять ми так блин поддержка так баланс сети большой улучшаем короче я не не выполнил задание по но электричество во всех домах я по моему хороший очень диктатор безработных и бездомных больше хоть здесь где он с лачуги появляется вот здесь лачуга здесь лачуга давайте тут парки пока построим одна лачуга где еще где еще вот лачуга здесь лачуга здесь но вообще вот тут можно построить квартиру но и и и и и и Ну, вроде неплохо Так В принципе, поддержка у меня большая Мне надо Производить всякое Фигарная фабрика есть Верфь есть Я бы сыроварню поставил Молоко в сыр А что у нас вообще с фермами? Есть молоко И тут молоко Да, сыроварню надо Промышленный райончик будет у меня Вообще, мне бы еще танковую Я хочу еще Военную базу поставить Пусть тут танки еще будут Странно, что я там Не сделаю на этой крокодиловой ферме Так, ближайших флантаций нет У меня две кожаных фермы Блин, лачуги прям Под президентским дворцом Блин, 81% Обвиним союзников Так, похвалим верующих И пообещаем улучшение ничего Жители Тропико Мой народ Мои дети Ваше процветание Это моя честь Ваша сплоченность Моя вера Я смиренно принимаю Вашу любовь Вы мой Тропико Вам скучно, жители Тропико? Президенте вас развеселит Вас уже ничто не веселит Пусть президента станет всем, что вам нужно Жизнь вам не в радость Тогда президенте будет радоваться жизни за вас Пока мы трудимся Попытаемся Успеть сделать Мне кажется, я не успею Духовенство это гарантирует За это мы и многим обязаны Как в этой жизни, так и в следующей Конечно, у нас есть и враги Эти так называемые Хорош Союзники Ложь сквозит в самом их названии Они умелые пропагандисты Но нас не одурачить Поэтому голосуйте за Эль президенте За будущее, которое заслужили Все вы Да здравствует Тропико Ну, 93% поддержка Голосуйте за Эль Алекандро Али Алекандро Али Алекандро Поднять Ваши пираты Хотят сняться с якоря О, самый бесстрашный из лидеров Да, еще 360 дней тут ждать Не успею я саботаж сделать Просто крындец Работасс Крепит Гром Грам Ваши пираты Гром 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 право вращающуюся молочная кислота или лево вращающиеся так хлопок мы закончили продавать и у нас тут есть варианты железо мы не делаем кожа кстати кожу можно продавать давайте кожу даже две кожи продается мы перест противостоим ирине перес безработных вот есть без вообще нормальные цифры на самом деле я еще хочу танковую эту построить в принципе у нас тут все нормально с производством пусто немножко приостановить наши постройки всякие по указам то максимальная здесь тоже 2 уровня я может кончить отменить церковный налог оставим полония поселения наверно уберем тоже потому что уже дофига у меня народу пока все оставляем канал у но не просто любимая радиостанция л президента мы что что любим мы и сами любим л президента любим всем сердцем раз союзники приедут нас нападать 96 процентов поддержку то есть реально все четыре процента населения меня ну деньгами заваливаю другой стороны эти денег не хватает все в инфраструктуру все в инфраструктуру ничего на себя хожу в обносках у меня лучшая работа харизматичный всего 2000 швейцарских франков всегда на поля только на поля ведь тянет его к земле чу я успел выполнить саботаж ничего себе отличное шоу очень неплохо почти достойно англичанина но не не будь бесплатный поднять парус бесплатный чертеж у не напали смотрите посетить враги кругом враги я одолею вас всех я перепишу историю если бы на уверен что добрые граждане тропико проголосует подпасовывать на 4 процента поддержки блин как его править посольство выбрать вечно есть даже на устроение навстречу судьбе бездомных и больше так вы меня чертеж то открыл что так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По умолчанию счастливое детство Ранние пенсии Возраст выхода на пенсию снижается на 5 Качество работы повышается на 5 Давайте счастливое детство Выберем И дальше будем исследовать Стоимы я не хочу Супой закон я не хочу Налог на богатство Давайте посмотрим как у меня тут богатых Капиталистами ухудшается Ну как бы у меня 0 богатых У меня основы обеспеченные То есть так себе Тористами ухудшится отношение Ну Давайте для дома откроем Режим О Союзники объявляют мне эмбарго Но они и так Особо не торговали Я все Для торговли через Пусть идет Официальное сообщение После безоговорочной победы Эль президента Оппозиция уходит в отставку И какое-то время Не будет попадаться на глаза Вот бы арестовать Пенультимо Просто чтобы увидеть Его выражение лица Наконец-то доперся До посольства У нас получилось Камни скачились с пак Отличное шоу Очень неплохо Почти достойно англичанина Опять они требуют Ты уже надоела гонять Моему парню Машина Места должны Сами ко мне Приходить Отложите Ограбление Законченное Это Ограбление Стоунхенжа Закончить Ну да Хорошо Что-таки Грабить Вот это требуется Вот Ось от меня потребовала Стоунхенжа Могу поставить Загрязнение уменьшается Рядом Вот здесь Хорошая работа Президента Большое спасибо Я считаю Что война Развлекает нас Волнительными Приключениями А это я посетил Этих Понял Канал С годностью Сообщает О появлении Первого В Тропико Неолитического Солнечного Календаря День Солнцестояния Был выбран Наугад Ну-ка Посмотрим То с загрязнением Я с тобой Я вижу Чтобы Уменьшилось Правда Ну Вообще Пока красота У меня тут В плане Развития Так Ром Мы перестали Продавать Вон прям Кожа-кожа Кукуруза Доски Что хотят Уголь Хлопок Вот в этих Хлопок Кроме С Союзом Можем Пережить Войну Либо Подождите 3600 Дней Либо Вторжение Союзников 6 штук Но мы Пока С союзниками Вроде Я постоянно К ним бегаю В посольство И мы Договариваемся Так По рейдам Тадж-Махал Тадж-Махал Твертика Житель Проверяется Состояние Государству Повышает Скорость Плода Город Городовых Судов И кораблей Наверное Ограбление Тадж-Махала Организуем В первую очередь Наверное Надо будет Рабочие места Делать А потом Уже Дома Строить Но угля На электростанции Хватает Я вижу Наши просьбы Выполнены Грабеж Выполнили Так что Возьмем Давайте Чертеж Хотя мы За пять тысяч Можем Все пять тысяч Возьму И открою Чертеж Военной базы Там Военная база Пятнадцать тысяч Стоит Немцы Меня поддерживают Денежку Вливают Я вот не помню Кстати Вообще Ведь первая Мировая война Была из-за того Что Германии Не хватало Колоний То есть В принципе У Германии Было довольно Мало Колоний Как таковых Присоединяется Намибия Танзания В Или Танзании Не была Немецкая Помню Не помню Чтобы в Латинской Америке Были Немецкие Колонии В принципе То есть Это так Немножко Притянуто За уши Такая Вот Историческая Достоверность Зарплату В инженерной Компании Пока С вами Приятно Иметь Дело 52 Безработных Так Ну надо Что-то Строить Давайте Военную Базу Пока Деньги Есть С танчиками Согласно Официальному Заявлению Дворца Мы Побеждаем В войне Оставайтесь С нами Чтобы Всегда Знать На чьей Мы Сейчас Стороне Сторожевые Башни Построены Если Че Охранять Только Еще Дороговая Лицензия А Еще Одну Купил Из-за Сезона Дождей Самолет Можно Посадить Только Рядом С Дворцом Поставить Ресурс Стали В строении Отряда Коммандос Поставить Ресурс Уголь Блин До чего Прекрасно Быть Мною Тропика Идет Туда же Куда И я Не успею Посетить Строение Они Нападут Похоже Так Ну что Надо Добывать Железо И добывать Столилитейный Завод Делать Железо А Железо Я добываю Строяночка Железо Я добываю Это Хорошо Столилитейный Завод Денег Пока Нет Ладно Так Где Мой Парень У меня Лучшая Работа Успеет Чего За 135 Дней Идти К посольству Успеет Я думал Даже Даже По пути Не поговорил Ни с кем Отличное Шоу Очень Закончить Рейд Спасения А Так Она Сейчас Как раз Идет Отлично Это Мы Проведем Ну Столилитейный Завод Строим Вообще Реально Походу Снижает Загрязнение Отличное Шоу Очень Неплохо Почти Достойно Англичанина Но Не будем Перегибать Палку Завершить Импорт Сдержавой Союзники Не успею Более У меня Нету А 147 Не осталось Отлично Тогда Можно Не Выполнять Это Задание Я Войну И так Переживу Как У нас Раньше Времени Начнется Следующая Эпоха Правда Ну да 95 дней Осталось Ну Не достроено 10 Места Найн Блистательная Ось Не могла Проиграть Это Какая-то Ошибка Президент Возможно Вы сможете Принять У себя Немного Беженцев Которые Совершенно Не похожи На меня Мою Семью Ближайших Друзей Да Война Окончена Президента Я бы Вас Зацеловал Если бы Это Не считалось Изменой Ну Переходим Теперь Следующей Эпохе Так Выбираем Загрязнение Это Для Конституции Выбираем Экологию Загрязнение Промышленных Задей Семь Процентов Их Производительность На 10 Отношение К нам Промышленников Ухудшается На 10 Потребление Энерго Электроэнергии Промышленными Задьями Снижается На 20 Процентов Их Производительность На 5 Процентов А Загрязнение На 5 Процентов Затраты На Снижаются И Давайте Эффективно Использованные Энергией Возьмем А в разделении Властей Нет Разделения Взаимодействия С гражданами Снижается На 90 Процентов Общурный Снижается На 5 Официальное Разделение Властей Чтобы Сдавать Ордеры Необходим Суд 20 Процентов Затрат Переводится На швейцарский Банк Истинное Разделение Власти Президента Не может Взаимодействовать С гражданами Только Подкупать Их Давайте Попробуем Истинное Разделение Ну то есть Я конечно считаю Что это более правильно Я Просто интересно Как это будет работать Но На этом я Прохождение Заканчиваю Хочется ли вам Продолжение Будет Пишите пожалуйста В комментариях И появится ли оно Зависит от ваших Собственно Просмотров И Лайков Посмотрим Как вам Интересно Моем Исполнении Смотрите Прохождение Тропика 6 Ну и на этом Все Играйте в умные игры Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть другие Мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok